Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что на сегодняшний день перкутанные операции на почке являются золотым стандартом в лечении пациентов с мочекаменной болезнью. Однако, несмотря на то, что техника операции усовершенствована и применяется практически повсеместно, развиваются те или иные осложнения. Осложнения через кожных рентгенно-эндоскопических операций можно разделить на две группы, возникающие во время операции или интраоперационной, и в послеоперационном периоде. К интраоперационным осложнениям относят кровотечение, повреждение лоханки, в ходе создания пункционного доступа перфорацию внутренних органов потери рабочего хода. И послеоперационные осложнения включают развитие острого воспалительного процесса, кровотечение, развитие уреном или гематомом, прогрессирование почечной недостаточности. Одним из наиболее часто встречающихся осложнений, возникающих при выполнении перкутанных операций, является кровотечение, возникающее в результате повреждения паренхематозных, артериальных или венозных сосудов, которые встречаются, по данным разных авторов, от 1 до 12%. Выделяют два вида кровотечения, интраоперационное и послеоперационное. Интраоперационное кровотечение происходит, как правило, на этапе формирования нефростомического хода, однако в настоящее время, благодаря применению кожухов ампуац, при создании нефростомического хода интенсивность и время кровотечения значительно сократилось. Также интраоперационное кровотечение может быть обувьковано движением нефроскопа в чашечной лоханочной системе почки. Послеоперационное кровотечение в той или иной степени встречается у всех пациентов. Данный вид кровотечения разделяют на клинически значимые и клинически незначимые. После окончания оперативного лечения сохраняется геморрагия в течение 1-2, иногда 3 суток. В данной ситуации требуется проведение гемостатической терапии, а также использование баллонного нефростомического дренажа. Ретроспективному анализу было подвергнуто около 1800 историй болезни пациентов с мочекаменной болезнью, которым была проведена перкутанная нефролитотрепсия. В анализируемой группе поздние кровотечение в сроке от 3 до 14 дней развились у 19 пациентов. У 9 больных из 19 причиной послеоперационного кровотечения стало развитие артерио-венозного шунта. Один случай был выявлен при патологоанатомическом исследовании удаленной почки, а у 8 при рентген-ангиографии почек. Почечные артерио-венозные фистулы или мальформации представляют собой патологически прямые сообщения между внутрипочечной артериальной и венозной системами, ведущие к току артериальной крови в венозное русло, минуя капиллярную сеть. Артерии венозные фистулы классифицируют как врожденные, приобретенные или одиопатические. Как правило, диагностируются в ходе выявления источника гематерии. Это компьютерная томография или ангиография. Врожденные почечные артерио-венозные фистулы являются чрезвычайно редкой патологией, на долю которых приходится 14-25% наблюдений. Гетерогенные артерио-венозные фистулы являются наиболее распространенными и составляют 75-80% всех почечных артерио-венозных мальформаций. Фистулы образуются немедленно или в течение нескольких часов после травмы сосудов. На данном слайде представлена селективная почечная артериография. Справа определяется артерио-венозная фистулы бассейна нижней сегментарной артерии. При решении данной проблемы несомненный интерес представляет рентген ангиохирургия, позволяющая не только диагностировать этиологию почечного кровотечения, но и выполнить суперселективную эмболизацию кровоточащего внутрипочечного сосуда. У 11 пациентов была выполнена брюшная ортография и селективная ангиография почек. У 5 выполнена суперселективная эмболизация, у 2 попытка оказалась неудачной, у 4 источников кровоточения не выявлено, им была продолжена консервативная терапия. Из 7 случаев суперселективной эмболизации артерио-венозного шута успех достигнут в 5 случаях. Двум пациентам, которым подвести ангиокатетер к поврежденным сосудам не удалось, выполнен кривогемостаз раневого канала, который оказался также эффективен, как и у 4 пациентов, к кривогемостазу, который проводился в первые часы после развития послеоперационного кровотечения. Все 19 пациентов выписаны в удовлетворительном состоянии, при этом наиболее длительный послеоперационный кое-как день был в группе больных, которым проводилась ангиография и консервативная терапия, и наиболее короткий в группе с кривогемостазом. Кривогемостаз выполнялся при помощи оригинального кривоаппликатора из пористого никелит-титана, который вводился после осушения ампулац трубки в просвет раневого канала. Здесь представлен патент на изобретение. И алгоритм профилактики и купирования кровотечения в раннем послеоперационном периоде. Здесь нужно обратить внимание на строгое выполнение правил техники создания доступа. То есть правильный доступ является основой отсутствия каких-то осложнений в послеоперационном периоде. То, что касается амбулаторного этапа. Как правило, время постановки нефростома достаточно большое. К примеру, если больного вперед по поводу мочекаменной болезни, то срок ношения нефростома может достигать и 6 месяцев, в течение которых необходимо тщательно следить и ухаживать за трубкой. При других патологиях, например, при частичной обструкции мочечточек и конкременции, срок ношения нефростома может не превышать 1 месяца. Незначительная или умеренная макрогематурия по нефростомическому дренажу или после его удаления обычно не требует каких-либо вмешательств и в течение 24-48 часов купируется самостоятельно. Возможно назначение консервативной гемостатической терапии – это децином, тарниксам. Причинами возникновения интенсивной макрогематурии по нефростомическому дренажу после операционного периода или после его удаления являются смещение нефростомы в паренхему почки, то есть отверстие дистального конца трубки в паренхему почки и появление кровотечения, а также формирование артерио-венозной систолы. При возникновении интенсивной макрогематурии по нефростомическому дренажу или после его удаления пациенту показана экстренная госпитализация в урологический стационар для проведения антиградной пио-ротерографии – это контроль положения нефростомы в полостной системе почки и при необходимости ее коррекция. И также для проведения почечной ангиографии для выявления и суперселективной эмболизации артерио-венозной фистолы. Таким образом, алгоритм проведения лечебно-диагностических мероприятий при возникновении интенсивной макрогематурии по нефростомическому дренажу начинается, конечно же, с госпитализации пациента в урологический стационар, проведения антиградной пио-ротерографии, затем при необходимости проведения почечной ангиографии. Таким образом, в заключении, хочу сказать, что причиной поздних кровотечений после перкутанных операций на почке почти в 50% случаев является развитие артерио-венозного шунта. По нашему мнению, всем пациентам с поздними послеоперационными кровотечениями целесообразно проводить рентгенную ангиографию почки и при диагностировании артерио-венозного шунта выполнять суперселективную эмболизацию внутрипочечных сосудов, которая является эффективным методом гемостаза, но требует специальных навыков, несет большую лучевую нагрузку, на пациента и персонал. Наиболее эффективным и простым методом купирования поздних кровотечений после перкутанных операций является криогемостаз-никериттитановым криоаппликатором. Применение этих методик позволяет избежать открытых операций и нефрактомий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова